Наличие переимплантных тканей является доказательством существования биологической ширины. Тогда человек, который это утверждает, не знает, что такое биологическая ширина. И не понимает этого термина. Вот так. Эта операция была выполнена в 2016 году. К сожалению, пациентка не запротезировалась до сих пор на нижней челюсти. Это связано с материальными обстоятельствами. А с этим зубом все хорошо. Я просто переживаю за другие, которые в не очень хорошем состоянии. Пожалуйста, это томография через 6 месяцев. Это скриншот, понятно, когда сделано с томографией. Это корень зуба. Это вестибулярная часть. Это срез. Вот это десна. Вот это цементно-эмалевая граница на вестибулярной поверхности. А как идет дальше эмаль? Правда? Да. И вот эта часть у нас заполнена межзубным сосочком. Вот здесь у нас контактный пункт межзубной. Там, где у нас экваторы зубов соединяются. Все знают, да, что такое контактный пункт? А что вы смеетесь? Это потом все вылезает, когда вот такие глаза. Оказывается, что не все понимают, что это значит. У некоторых это место, где... Вот это зона, вот это, вот это, вот это цементно-эмалевая соединение или граница на контактной поверхности. Вот эта точка, вот она. Она очень важна. Просто это наша зона отсчета будет сейчас. Вы поняли, где это место? Это не снаружи, это не вот так, как у меня нарисовано на цементной, на вестибулярной поверхности. Это вот она вот здесь находится. В норме вот это все место заполнено межзубным сосочком. Да? До контактного пункта. Первый класс, это когда у Белли Патарно десна находится вот на этом уровне. То есть она достигает цементно-эмалевого соединения в контактном пункте, ой, в контактной поверхности, вот здесь. Вот это первый класс. Вестибулярно это будет выглядеть вот так, как там написано, нарисовано на проектор. Посмотрите все, пожалуйста. Второй класс, это когда убыль сосочка будет выше вот этого цементно-эмалевого соединения. Это второй класс. Сейчас я перещелкну. Видите, да, вот как это выглядит? А у вас же есть распечатки. Да. И третий класс. Это выше цементно-эмалевого соединения, убыль сосочка, который находится на вестибулярной поверхности. Это вот эта точка, которая уже у зенитов. Вот она. Вот это третий класс Патарно. Но он может быть не такой критичный, как я вам тут нарисовала, чуть ли не сквозной дырой, но вы понимаете. Что делать вот в этой ситуации? Давайте обсудим. Кто что умеет делать, кто делал когда-нибудь? Или руководить. Что? Или руководить. Я не знаю, что это такое, но ладно. Я вам скажу, если сколько-нибудь, как-нибудь. Я вручу. Ну вот я про него и говорю. И тёлка прямо помогает? Да, конечно, очень хорошо. Рецессии тоже можно закрывать первой степени. Рецессии первой степени – это что такое? Ну, когда чуть-чуть шейка совсем на коленах, можно закрыть объём облицами, просто увеличивая. Притонка в биотипе. Кстати, притонка в биотипе ещё и хорошо помогает господинной терапии. Неплохо. И на сколько это работает? На полгода. Надо понимать, что пациенту надо объяснять, что он должен прийти 4-5 месяцев под колонку. Это для тех, кто не хочет… Ничего делать, я поняла вас. Ага, ну интересно, я не знала, что такое. Потому что это не срок, и для весны тоже очень классно. Хочу скорректировать верхнюю губу, и чтобы не было видно затое. Ну, будем это оперировать, короче? Невка есть. Ну, пациентку хочет. Товорот и десни. Деснивые типы лупки, крупные зубы. Зубы свои собственные, ну, да, витальные. Так, на пункт у вас есть, да? Да-да, мы при условии нормального. Пусть это даже будет не очень узкий, да, то, что мы вчера обсуждали, не очень узкий сосочек. Пусть это будет хороший сосочек. Не такой, не совсем, как хвостик бобра. Ну, есть какие-то предложения? Я бы ничего не делала. Ну, понятно. Я бы ничего не делала. Все, я поняла. Ну, ладно. Ну, тогда давайте обсудим, как это может делается. Делается двумя методами, на самом деле. Один метод. Вот при первом классе достаточно без трансплантата его применять. Вот так. Это самое простое. Сложность заключается только в наличии микрохирургических инструментов. Для того, чтобы очень осторожно и деликатно с неба вывести этот сосочек, не натравмировав. Что? Надо купить. Очень удобно. Да, вот эти одноразовые стальмологические скальпеля, им очень удобно вот это делать. Знаете, да, что они, по-моему, доллары стоят? Да, сколько стоит. Мне доктора рассказали, мы были в Краснодаре два года назад на курсе, и у меня доктор показывал вот этот скальпель, я оттуда знаю. Потому что у меня просто свои как бы инструменты многоразовые. Но я это микроблэйдом делаю. Тут, в общем, больше техническая история. Тут никакой такой суперрегенерации и чего-то там сверхъестественного нет. Тут самое главное сделать это осторожно, деликатно и все. Потому что со швом тут тоже нет никаких проблем. Дизайн разрезан. Что? Дизайн разрезан. Ну вот дизайн разрезан. Вот скальпель. Небно. Отступается на глубину вот этого дефекта. Сюда небно делается, отступается. Немножко я деэпитализирую всегда вот эту поверхность небную после того, как сделала разрез. И начинаю отслаивать сюда. Потом деликатно ввожу его на вестибулярную сторону и ушиваю. А что непонятно? Смотрите, вот это неубная поверхность. То, с чего мы начинаем. Вот это получается раз, два, три пошаговая история. Вы делаете разрез вот здесь. Делаете разрез. Это вообще просто банальная ситуация. Еще есть... Надо было три грязи получить. Спасибо. Хорошо. Продолжение следует...